Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. И все, кто только что к нам присоединился, всем здравствуйте. А сейчас, дорогие мои, я приготовлю вам быстрый соус. Вы знаете, соус это сытная, вкусная добавка до любого блюда. Это может быть мясное блюдо, это может быть даже каша, это может быть даже просто на хлеб. Я надеюсь, что вы уже не пользуетесь магазином майонезом. Вы майонез умеете делать сами. Я надеюсь, что вы уже не пользуетесь кетчупами и разными всякими изобилием соусов, которые синтетические и которые просто опасны для здоровья. Но если вы не знаете, как делать соус, у меня есть на канале один великолепный соус-закуска, который можно даже мазать на хлеб. Это гуакамоле мексиканский. И вообще много всяких. Есть один вообще уникальный. Соус тоже я показывала, по-моему, да, осенью этой. И сейчас я вам покажу самый простенький. Пожалуйста, внимание! Что же нам понадобится? Смотрите, во-первых, у меня есть вот такая хорошая ступка. И нам понадобится чесночок. Одна штучка. Давайте порежем. Ну вот, я порезала, пожалуйста. Вот чесночок готов. Дальше что нам понадобится? Нам понадобится небольшой вот такой вот спальчик, кусочек. Это имбирь. Это имбирь. Очень полезная штучка. Кстати, вот этот вот имбирь, ну вот так мелко порежьте, он и против гриппа. И не то, что против, а он защищает нас от рака. А в сочетании с чесноком это такой аромат просто необыкновенный. Чеснок нам почистит сосуды, а имбирь еще и сжигает жиры. Поэтому, когда мы кушаем, очень хорошо такой соус иметь. Есть. Теперь в этот соус я кладу одну ложечку своей приправки под названием Кур-Па-Бим. Что это за уникальная приправа, внизу я обязательно в описании, внизу я сделаю ссылочку. Всегда смотрите вниз, что у меня там внизу. А внизу будет ссылочка. И в этой ссылочке, в самом низу, вы можете увидеть, как легко делать эту приправку. И я думаю, что эти ингредиенты есть у каждого. Так вот, Кур-Па-Бим нам нужно целую чайную ложку, либо половинку столовой. Все. Что еще нам понадобится? А нам понадобится орегано. Это такая травка. Тоже одна чайная ложка. Сюда же. А еще нам понадобится базилик или рейхан. Изумительная травка от простуды. У кого с носоглоткой проблемы. И вообще, тоже сюда пойдет. Конечно, я люблю весной все это делать. Потому что весной у меня в мае уже есть и базилик, и орегано. Я рано высаживаю. А в июне уже вовсю. Дальше, дорогие мои. Теперь нам понадобится ступка. И нам надо это все расстолочить. А, и еще щепоточку соли. Потому что мы солим. Буквально щепоточку. Небольшую щепотку. Вот так. Все. Достаточно. Теперь нам надо все это тщательно растолочь. Что я и буду делать. И вот так вот тоже. Будем толочь, толочь, толочь. Вы знаете, это не так просто растолочь. Но нужно растолочь до вот такой вот массы. Как толочь? Прямо вот активно. Прямо вот так. Ну, я уже растолкла. Вот. Теперь, что я делаю с этой массой? Сейчас я вам покажу. Какая эта масса вообще. Сама по себе. Вот такая вот. Симпатичная. Должна сказать. Очень симпатичная. А какой запах идет. А какой запах идет. Ой, это вообще. Это нечто потрясающее. Вот на этом этапе я сюда засыпаю немножечко горчицы. горчичный порошочек. Ну, совсем немножко. Вот. Вот на кончике. Чуть-чуть нам понадобится. Это чтобы гриб нас не атаковал. И тоже сюда же. Вот. Отлично. Все. Теперь нам понадобится немножечко масла растительного. Немножечко. Это я имею ввиду или подсолнечного. Или какое у вас есть. Оливковое. Вообще будет замечательно. Одну ложечку. Буквально одну ложку. Больше не нужно. Теперь точно так же мы все это пропитываем. Вообще, вы знаете, чеснок с маслом это от всего. и от холестериновых бляшек. И для лечения сосудов. И атерсклероза. И гриб. И проблемы с носоглоткой. И лечение кашля. И у кого запоры. Одышка. Представляете, что мы делаем? И боли ревматического характера. Ожоги. Вообще масло и чеснок. Это изумительное сочетание. Так. Готово. Получается вот такая вот смесь. Вот такая прям масса. Видите? Дальше. Все это быстренько можно организовать. А теперь я добавляю отвар. Здесь у меня шалфей, чабрец и листья облепихи. Крепкий отвар. Тепленький. Раз. Два. Три. Вот так. Достаточно. Отвар заваривается как обыкновенный чай. Это очень полезная штучка. И точно так перетираем. Точно так. Это будет очень полезный соус. Вот уже консистенция получается у нас. теперь нам нужно добавить немножечко буквально на кончике столовой ложки. Возьмите где-то пол чайной ложечки вот меда. Да, именно меда. Давайте добавим. И посмотрите что у нас получается теперь интенсивно интенсивно все это продолжаем молоть. Посмотрите какой красивый у нас получился соус прям необыкновенный необыкновенный красот. Консистенция правильная смотрите. Просто прелесть. Ну как? вкусный какой. Но это же не все. Нужно хорошо 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 так теперь я добавляю сюда еще немножечко растительного масла. вот так еще одну столовую ложку опять так и опять так же все это сюда. Теперь осталось только последнее лимонный сок. Сколько вы скажете лимонного сока? Одну столовую ложку полную и опять все тщательно вымешиваем. так а теперь попробуем по-моему надо еще немножко да нужно еще чуточку меда буквально чуть-чуть недостаточно а вот если бы были зеленые вот эти все травки то это было вообще уникальный соус ну поскольку у меня сейчас их нет я беру сухие травки ничего страшного у меня они заготовлены все мой соус готов теперь все должно пропитаться хорошо какой же это соус ну во-первых это натуральный во-вторых это для здоровья и замечательная вещь для птицы птицы или для мяса это не соус это просто сказка это просто сказка во-первых и вкусный и полезный изумительный но он островат он остренький поскольку у нас тут чесночок у нас тут есть даже перчик какая это прелесть не забудьте посмотреть как я делаю кур папим ну все теперь я должна полить свою грудку грудку курину вот этой прелестью будьте благословенны вы и ваши близки будьте здоровы отказывайтесь от кушания всяких разных неправильных соусов и начинайте кушать только правильные пока пока я вас всех люблю будьте благословенны вы и ваши близки самое главное самое главное будьте здоровы со здоровым соусом пока пока